День памяти Иоанна Кармянского День памяти Иоанна Кармянского День памяти Иоанна Кармянского под надежной защитой государства, а незыблемость политического устройства гарантирует основной закон. Для народа главная мир стабильности. Право должно на это работать прежде всего, чтобы не было хаоса. Именно на правовых основах по закону надо строить всякие отношения в государстве. Тогда не будет хаоса. В этом направлении мы действуем. И я на Мюнхенской конференции однажды сказал, вы нас критикуя, не забывайте наш опыт. Ибо вам придется в какой-то части вернуться к нашему опыту для того, чтобы сохранить мир и стабильность в своих государствах. Смею вас заверить, демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России на Западе или дальше там. В странах, развивающихся. Нисколько не меньше. Вы знаете, что сейчас у нас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития. Именно в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша Конституция начинает немножко отставать. Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим. Сироту дельников с устречой – первый наместник старшини Венецианской комиссии, где Беларусь – ассоциированный член уже с 1994 года. За прошлые 10 лет этот Европейский комитет и наша краина провели шарах международных конференций с мытой развить и умоцовать правовую працу судов. Гэтам уж присвечена и конференция в Минску. Открылась она еще вчера, и туда прибыли арбитры со Старого Света и Азии. Удельники отзначили, что Конституционное правосудие имеет значение в рамках ни одной державы – всей Европы, а значит, что должны развиваться разом для решения глобальных вопросов права. Сегодня у Гомеля удокладнили задачи по подрыхтовке до зимы. Причем ситуация разглядалась у Сибакова. От выполнения мероприемств по энергосбережению до модернизации систем теплозабеспечения предприемств. Подрыхтовка до наступного осенне-зимового периода у Гомеля началась сразу после завершения тепляльного сезона. Сирот першочерговых мер испытывает тепловых сеток, что дозволило удокладнить объемы работ по замене сношенных участков. Шакается, что в этом году на сучасное будет заменено 35 километров сношенных труб. А про то протягнется передача на баланс специализованного предприемства «Гомель Энерго» к отельню, которые обслуговывают жилые фонды и объекты социальной сферы. Такая мера должна обеспечить стабильность теплозабеспечения и снизить нагрузку на городский бюджет. При том, что селиталы им предугледжены значные финансовые сродки на подрыхтуку города зимы. У приватности 2 миллиона и 700 тысяч рублей будут выдаткованы на рамон дорог, причем половая этой суммы уже освоена. Еще 300 тысяч накируются на доброе упорядкование дворовых территорий. Эта работа у Гомеля активизовалась в минулом году. В 2018 году провели полное обследование дворовых территорий. У нас в планах 540 дворовых территорий, которые подлежат ремонту. За прошлый год мы сделали 185 дворовых территорий, в том числе 29 – это с полным благоустройством. В этом году эти работы будут продолжаться, но порядка 100 дворовых территорий мы планируем сделать ремонт асфальтного покрытия. Сегодня у Гомеля ушановывали работников предприемства «Гомель Абл Аутотранс», якому на этом титре исполняется 75 годов. Свою работу она началась до полного вызволения Беларуси от нацистских захопников. С историей и с учащенностью акционерного товарыства ознайомился Олег Сентюров. История этого предприемства почалась в 1 червя 1944 года, когда за годом Народного комиссариата автомобильного транспорта БССР на базе Гомельской, Реческой и Мазырской аутотранспортных контор был утворенный Гомельский автомобильный аутотрест. Правда, в массовых пассажирских перевозках размова тогда не шла, тем больше, что в городе вернулись еще не все же хоры. Головная задача – обновление народной господарки. Это был вельменья просто для аутотранспортников час. Хоть и наступные годы назвать легкими нега, гоноровый транспортник Беларуси Миколай Швет, директором Ветковской автобазы, працавал за 1970-го года. Кажется, что коли приехал у район, то навод асфальтованных дорог не было. Было немоверно сложно работать. Я работал всю жизнь без выходных. Выходных не видел. На работе было минимум 12 часов. Вот такое было напряжение. А сегодня, конечно, работать удовольствие. Техника вся новая, дороги отличные все. Единственное, конечно, для городских водителей автобусов напряжение возросло в разы. Водители автобуса испытывают то напряжение в течение рабочего дня, которое напряжение испытывает летчик при подъеме и посадке самолета. За 75 годов Гомель Абл-Аутотранс перевез больше 10 миллиардов пассажиров из выше 1 миллиарда тонн грузов. Сегодня автобусы предприемства обслуговывают имать 580 пригородных, межгородных и междержавных маршрутов. И такая статистика, якая сдольная уразить любого. Огольная протяглась в маршрутной сетке Гомель Абл-Аутотранса к рыху больше 40 тысяч километров. Миновета такой заявляет задолжение экватора. А теперь увага. На протягу года транспорт предприемства проезжает 56 миллионов километров. Отремливается, что так званый умовный автобус, объезжая экватор за этот час 1250 разов. Сегодня у Гомель Абл-Аутотрансе рыхтуется до удела у других европейских гульнях. Парцевать на их будут 12 автобусных экипажев. На предприемстве не сомневаются, с поставленной задачей водители справятся. Тем больше, что у акционерного товариства есть великий опыт работы на мероприемствах с усветной грузовью. Водители Гомель Абл-Аутотранса працевали на олимпийских гульнях у Сочи, на чемпионате света по хоккею у Минску, на ободовнице китайско-белорусского индустриального парку «Великий камень». А кроме того, доставка всех делегаций областного взрыва на самые головные республиканские формы так само житель является силами предприемства, что мечтым, не выключая необходности, распроцовывать новые маршруты и знаходить новых партнеров. Это международное направление, потому что мы сегодня видим, куда есть желание ехать нашему пассажиру, под эти маршруты мы подстраиваемся. Есть наработки по открытию маршрута в Польшу, в Украину мы ездим, будем расширять там свое присутствие. Восточное направление у нас тоже открыто и достаточно хорошо используется. Это Москва, Питер, Брянск и так далее. А напереды дни у автобусным парку номер 6 после капитального ремонта открыли сервисный центр обслуговывания автомобилей МАЗ. Новые могутности позволят увеличить объемы работ и, соответственно, выручку. Новые ремонтные и диагностические обстановления позволяют ожитивлять якостное, гарантийное и после гарантийное обслуговывание и ремонт не только автомобильной техники МАЗ, но и других вытворцев. Специалисты прошли дополнительные научения. Сервисный центр МАЗ у автобусным парку номер 6 мае статус официйного, что открывает новые махчимости. Плюс еще работаем постоянно с конструкторским отделом МАЗа. Умеем доступ к любой документации. И плюс еще мы можем, как еще раз говорить, позвонить тому же конструктору и он даст четкую и грамотную консультацию по всем интересующим вопросам, что, естественно, не каждая станция может себе позволить. Поклопотились тут и про клиентов. Для их обсталявали утульный покой для отпочинку. Представники местовых уладов завтра откажутся на звонки громадян. У гетую суботу знову пройдусь промые линии. У Гомельским Абл-Ваканкаме звороты будет принимать керавник справ Алена Кличковская. Номер телефона у Гомеля 33-12-37. Промая линия работает с 9 до 12 часов. У гэты шанс на субедзе будет старшиня Гомельского гарвы Канкама Петр Кирыченко. Номер телефона 75-19-84. 31 мая – день, який вядомы сотням паломников из разных городов и краин. Кали невеликая вёска карма Добрышского района у разы повялишвается у колькасти, и нават по ветру насыщается духовностью, надеей и верой у самые праведные отсуды. Гэта день памяти непрыкметнага працавника на Неве Христовы, святого праведнага Иоанна Кармянскага. По традиции сёння ля стен святопокровского храма, свята Иоанна Кармянскага жаночага монастыра, отбылась обоская литургия. Ей узначали у митрополит Минске и Заславске Павел, патриарши экзарху сей Беларуси. По требованиям в сюжете Марины Джалой. Народился Иоанн Гашкевич на Могилёвшине у семи священников. Уже в четыре годы Иоанн допомагал батьку в церкве, потом скончил церковно-приходскую школу, духовное училище и семинарию. По завершении эдукации стал законовучителем у церковно-приходской школе у вёсце Огородня Добрышского района, потом и Иерем у Рогачевском районе, где отдал церковному служению 14-ти годов и снова вернулся в Огородню. Назусим, кроме духовного служения, займался добрым парадкованием храма и его побудов. Уласной же нерухомости николи не имел, а жил в церковном домке. После народжения сёмного дитя, отец Иоанн выканал свою мару, наведал Киева Пятчерскую лавру и отримал благословение от старцев на монастское житё. На богослужение до его приходили люди из разных вёсок, как бы отримать осолоду от боской ласки, яка присутничала у храме разом с добрым пастыром. Земный шлях ойца Иоанна завершился в осень 1917 года. Мы, живущие здесь, приходим с усердной молитвой, просим батюшку, и батюшка всегда нам помогает. Пусть же Господь по его молитвах хранит каждого из нас, укрепляет наши семьи, даёт нам счастье и мир нашему белорусскому государству. С праздником всех! Христос воскресе! Тут наш другий дом, кажут приходжане Свято-Покровской церкви. Помолиться об вылечении, альбо поляпшине здоровья, подяковать за отриманную допомогу, очистить душу покаянием, у кожного свой боль и своя радость. Большость людей, с которыми мы поспели погутарить до подшатку боской литургии, приехали у корму не только из других районов и областей Беларуси, а и из российских регионов. Мы его почитаем, любим, поэтому приехали. Уже были мы здесь не один раз. Породнились уже, так вот тянет нас сюда. Я уже приезжала, у меня очень сильно голова болела. И прилаживалась к мощам Иоанна Карменского, и мне это помогло. И вот я опять приехала. Мы просили, у нас в этом году хорошее событие. Родимся внук долгожданный. Мы здесь всегда просили. Восемь лет нас не было внука, так что мы очень благодарны. А что хотели бы пожелать прихожанам, которые сегодня собрались здесь? Здоровья, веры. Всегда прошу помощи у Бога, всегда чувствую помощь Божий. Чтобы всем было здоровье, счастье. Вообще, чтобы никаких проблем не было. Ну, чтобы проблем не было, так тоже надо же соблюдать, как бы все, знаете. Быть добрым, честным. Ну, помогать людям. Божская литургия отбылась под открытым небом, каля свята Иоанна Карменска ха монастыра. Ей узнешали у патриарши, экзархуся и Беларуси, высокопреосвященнейший Павел. Будем молиться и воскресшему из мертвых Христа Спасителя. Будем чтить в молитвах и его предчистую Матерь Деву Марию, и праведного Иоанна Карменского, который является нашим молитвенником предпрестолом Божиим, нашим заступником небесным. И будем просить, чтобы Господь даровал нам мир, благословение, замечательную погоду, чтобы земля наша давала урожай, чтобы люди жили в мире, в согласии, в единомыслии, и будет Божье благословение. Марина Джала, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомелес» Добрушевского района. Регистрация на основный этап централизованного тестирования завершается в Беларуси, а пошний день завтра. Выпробования начнутся 11-го червяне и будут проходить до 1-го липеня уключено. Тестирование будет распочинаться в 11-й годин. Отримать сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10-го липеня, а с 13-го – в БДУ, где заплановано проведение ЦТ в резервовые дни. Вышедшие навычальные установы начнут принимать документы 12-го липеня. Протягнется эта процедура 6 дней. Внутренние испыты в ВНУ пройдут с 18-го по 26-й липеня. Термены залечения за кошт сродка у бюджета по 28-й липеня, на платной основе – по 6-й липеня. В связи с проведением эстафеты «Агню полымя миру» у Гомеля на неколький дзен отбудутся змены руху. Будет изменение руху транспорту по площади Ленина на участку от улицы Пролетарской до улицы Советской наперед с 11-й годин 3-го червеня до 1-й годин оповночи 6-го червеня. Закрыться рух с 22-й годин 4-го червеня до 19-й годин 5-го червеня по площади Паустання. А кроме того, у Сираду будет закрытый рух с 17-й до 18-й 30-й по улице Советской от площади Ленина до улицы Хатаевича и с 12-й до половы 22-й годины по площади Ленина. Так само принято решение заборонить припынок и стоянку транспортных сродков на площади Ленина с 5-й ранецы 4-го червеня до 22-й годин 5-го червеня. У Гомеля выступил заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль песни и танца внутренних войсков Министерства внутренних справ. Выступление присвятили году Малой Радимы и 75-й годзю вызволения Беларуси. Ансамбль был створен в 1996-м годе и за этот час стал вядомым не только в нашей стране, но и за ее межами. За своей программой артистов в погонах можно увидеть на всех ведущих пляцовках столицы и областных центров, на сценах малых городов и актовых залов воинских частей. Репертуар творческого коллектива разностайный и насыщенный. Это эстрадные творы, патриотичные песни и мелодии военных годов, присвеченные ветеранам Великой Айчинной войны. А кроме популярных и авторских песеней, глядачы увидели немало танцевальных номеров, которые показали артисты балетной группы. Гостями концерта стали войсковцы, кадеты, наученцы установ профессиональной технической и патриотичной классы средних школ Гомеля. Цель данного мероприятия это патриотическое воспитание подрастающего поколения военнослужащих внутренних войск, а также всего населения города Гомеля. В средних школах, а также в кадетском училище по всему городу Гомелю проходили сегодня выпускные линейки, поэтому также с целью как бы поощрить, повеселить школьников проводятся данные мероприятия. Насыщенную забавляльную программу подрехтовали у Гомеля до Международного дня обороны детей. До приклада, масштабное мероприемство пройдет каля ледового палаца с 11 до 14 годин. Тут будут працовать интерактивные пляцовки. Побач выстава специализованной техники МНС, Держаутоинспекции и инших ведомств. Для детей так само будут организованы разностайные викторыны и розыгрыши призов. Сирот запланованного на завтра и фестиваль поветрных змеев. На открытой пляцовце по улице Артема чекают детей и дорослых. Удельники будут поднимать у неба поветрных змеев у ласной або заводской вытворчасти. Выступление экипажа оценить журы. Регистрация удельника пошнется с 10 ранецы, а сами с поборництвы стартуют у 11.00. Гэты и иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте. В интернете по адресу www.tvrgomil.by На этом выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Спасибо за увагу и до встречи. Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Чудом обошлось без человеческих жертв в ДТП, которое накануне произошло в пригороде Речицы. На Светлогорской трассе столкнулись тракторы внедорожник. Обе машины двигались в попутном направлении. Трактор хотел повернуть на перекрестке налево, а легковушка в этот момент пошла на обгон. В результате случился жесткий удар. Внедорожник буквально разрубил трактор пополам, а сам съехал в кювет, где его остановило дерево. Оба водителя живы, но трактористу понадобилась помощь медиков. В результате происшествия водитель трактора, 32-летний мужчина, с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Попытка покосить траву едва не обернулась трагедией. В деревне Высокое Кармянского района мужчина заправлял газонокосилку и чуть не спалил дом. В момент, когда мужчина одолевал в бачок топлива, произошла вспышка легковоспламеняющейся жидкости, из-за чего загорелись вещи на веранде. Приезду спасателей дом горел открытым пламенем, но жильцы успели выскочить на улицу. Мужчина, который заправлял газонокосилку, получил ожоги. Его доставили в больницу. Следственный комитет разыскивает одного из фигурантов уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц. Уроженец областного центра и житель агрогородка Красная Гомельского района совершили ряд преступлений, в том числе приобрели товар в рассрочку на человека, ведущего социальный образ жизни. Обещали ему 150 рублей в качестве благодарности, но после покупки след одного из злоумышленников простыл. Вот фотографии этих людей. Они сделали потерпевшему фиктивную справку о доходах и приобрели на его имя мебель на сумму почти в 3000 рублей. Мошенники внесли только первый взнос, а после платить за товар никто не стал. Не получил своих денег за обещанную услугу и неработающий гражданин, на которого парочка оформила подложные документы. Один из фигурантов обманов СИЗО, второго разыскивают правоохранительные органы, причем за серию иных противоправных поступков. Если вы узнали этих людей, располагаете какой-либо информацией о их причастности к другим преступлениям, просьба набрать номер телефона, который сейчас на экране, или позвонить по номеру прямой линии 102. На сегодня это вся информация с Лидия за происшествиями региона вместе с Дефакто на телеканале Беларусь4. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Борьба продолжается. Полуфиналы чемпионата Беларуси по мини-футболу растянулись на максимальное количество матчей. Столица сравняла счет в серии с Аршанским Витеном. На домашней площадке минчане в овертайме взяли вверх 2-1. Паритеты в противостоянии БЧ и ВРЗ. Вагоностроителям отступать было некуда. Однако атакующий порыв номинальных гостей разбивался о стройную оборону железнодорожников. Но до пары до времени. На 13-й минуте Клочко вывел ВРЗ вперед. Спустя 5 минут повод для радости был уже у болельщиков БЧ. Коп мощно пробил во втором тайме стартовый навал вагоностроителей на ворота соперника завершился голом. Правда, в их ворота. Быструю контратаку техничным ударом завершил Литвинов. Довольно долго команде Дмитрия Камека удавалось удерживать победный счет. И это несмотря на явные кадровые проблемы. В распоряжении главкома не было игроков даже на две полноценные четверки. А вот у его визаве Анатолия Яновского вариантов для ротации было больше. Подключение резерва и сыграло решающую роль. На 35-й минуте свежий Пинчук счет сравнял. Вскоре свое слово сказал еще один резервист Матвеенко. Он воспользовался несогласованностью в действиях голкипера и полевого игрока БЧ и головой сбросил мяч Рогачеву, который по пустым воротам не промахнулся. 3-2 ВРЗ повел. Железнодорожники выпустили Гонялу, за что практически сразу были наказаны Клочко, оформившим дубль. Точку в матче за полминуты до финальной сирены поставил Золотухин, реализовав штрафной. 5-2 победа ВРЗ. Мы не использовали те импульсы, которые были в атаке. Неправильно распоряжались мячом. В следствии будем разбираться, в следствии чего. И провалы, которые мы совершили в обороне. Третий гол, который, конечно, ломает команды. В таких матчах команда уровня ВРЗ такое не прощает. Когда люди свои сталкиваются лбами вдвоем и получаем пустые ворота, победный третий мяч. Когда начали проигрывать, уже все. Уже надо было бежать только вперед, вперед. Слава Богу, получилось забить этот второй гол и сразу быстрый третий гол. Это очень сыграло большую роль в этой игре. И Быче очень настроены, мы очень настроены, победит сильнейший. Радует, что все равно финал будет в Гомеле однозначно. А мы все сделаем для этого, чтобы ВРЗ было финально. Все в полуфинальных парах решится в воскресенье 2 июня. Виттен и столица начнут свой матч в 14.00. Противостояние ВРЗ и БЧ стартует на паркете спорткомплекса «Локомотив» часом позже в 15.00. Завтра пройдут поединки восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Химик и Локомотив играют на выезде. Светлогорская команда отправится в гости к Лиде. Железнодорожники в Бресте поспорят за очки с местным рухом. Речицкий спутник принимает Микошевический гранит. Матч состоится в Гомеле на поле стадиона «Сдюшор» номер 8. Начало в 18.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин